Вот она та самая Супраса, которую я потерял, у которой тоже есть изначальная обезьянь и охватка, но у манки, у гриб, я называю это удача 3 в 1, во-первых, потому что это именно та Супраса, которую я хотел к логуре, ну союз людей с логурами, это как и к логурке, союз людей с логурами. Ну, смешание такое получилось, это во-первых, я хотел, почему я 3 в 1 назвал удачей, потому что я хотел как раз обозревать данную расу следующей, ну она у меня по списку шла как раз, как сказать-то, именно та расу, которую я хотел обозревать и тестировать по очереди, ну именно в очередности она была, совпала как-то как их специально. Потом, второе, я хотел как раз показать вам вот эти вот столбы в данной расе, вот можно оттаскать, вы дергаете, видите, столбы, столбы таскает она, наверное, в раз это уже 2 в 1 и 3 в 1. Так, что я еще хотел показать? Поехали! Поехали, давай, давай, давай! Тот, кто ищет, тот всегда, в общем, найдет. Так я говорю, или такая, ну просто простая, субразная, как я уже новое выражение придумал, фразу, можно сказать крылатую фразу, в простоте скрытой гениальности, можете записать ее или запомнить, сам придумал, это как краткость из Раталанта, как я по-другому придумал, синоним у меня будет, синоним новая крылатая фраза, в простоте скрытой гениальности, автор Игорь Петрович, вот то есть я. Мне нравятся такие простые расы, субразы, у них особо ничего не кроется, но сейчас еще гнолы хотел обозреть, вот я взял могучий удар, смотрите, таким столбом навернет он, вот смотрите, вот с могучим ударом аж 4D16, плюс 16, вот таким столбом если навернет, мало не покажется, полуогры, но лучше вот, что он со столбами будет бегать, хотя можно столбами протестировать, а, да, голос Огарова я создал, все по канонам ДМД, ну а вот почему 3 в 1 софала, потому что, во-первых, это именно та раса, которую я хотел обозревать, полуогры, я даже название дал, он полуогры, там, это во-первых, потому что именно та раса, которую я хотел обозревать, во-вторых, почему 3 в 1, во-вторых, потому что у нее и оказалось софала, просто так, просто разработчики забыли обезьянье вкладку, вписать там в список, навык Dead Monkey Grip, разработчики данного сервера City of Doors Expansion, забыли вписать в список ее, ее нету там, сейчас я вам покажу, вот это именно 2 совпало, и 3, так, а почему 3 в 1? А, ну именно столбы, именно та раса, а, да, именно та, во-первых, именно та раса, которую я хотел обозревать, во-вторых, у нее совпало, что Monkey Grip, есть обезьянье вкладка, вид, само так совпало, случайно, и 3, потому что, вот я хотел, именно данная раса, я хотел давно показать вам, что великаны могут таскать столбы, можно поэрпить, как будто они вырвали столбы, на самом деле, признаюсь честно, это просто видоизмененные, гигантские вот эти вот, кто они? Гигантские дубины, есть просто дубина, дубинка, дубина, а это гигантские дубины, есть оружие дубины, на сервере, вот почему 3 в одном церкви, сейчас мы сходим, посмотрим, где там простые дубины, по-моему, дубина называется она, или дубинка, или как еще правильно, ну что еще особенного науки, ну вот у нее есть, естественная броня, каргова, каргова отродье, каргова отродье, или нет, каргова, карга же, слово, проверить мне слово, карга, значит, каргова отродье, это, плюс 2, почему она дает, все, сообразил, что я хотел сказать, вот смотрите, каргова отродье, плюс 2, класс, ну, ну, он, вообще-то маленький, молодец, вот я какой еще хочу собрать, эту серию, следующую, гнолы, отдельно хочу рассказать, совсем простенькая, собраться, но не менее интересно, я люблю такие простенькие, но интересно собраться, бнд, и как раз про них, почитаем, гнолы, я назвал, еще по-другому, гиены, они уж очень похожи, из короля льва, Lion King смотрели же, все, наверное, в короле льва, в короле льве были, гнолы в враге, символы, ой, гнолы, гиены, они очень похожи на, ДНД, монстр, да, монстров, есть ДНД, гномов, потом покажусь, кто это, спираль, может в русскоязычный, игрок, спираль, вот, Димас, так, вот, есть, дубиновский, да, это вообще клуб, на английском, дубина, это клуб, клуб, и, это, где он клуб, Длинные цепи. Транно, что по-английски-то она не переводится. Не, это точно Клаб. Мигина, в общем, это гигантская мигина. Все по-русски, что-то, какой-то русский сервер. На самом деле, сервер нафига не русский, а заграничный. Вот тут куча игроков опять. И опять основа. Голем, вот этот бог, слезвенный. Всех раскидает нафиг. Кстати, изначально полуограф можно 24 плюс 7 силы целых. Основные характеристики. Сначала сложение 20 плюс 1. А, да, картинку, картинку смог показать. Сейчас покажу. Мультиплеер. И потом гнола бы создать. Мультиплеер заходим. А где Балдур разъедет? Ну, Балдур разъедет теперь на втором месте уже. Ну, в общем, я не знаю. У него IP, наверное, постоянно меняется в Балдур вид. А куда делалось? Вот оно, описание, что появилось. В IP описание, что убедить. Нет, еще раз хочу. Потому что IP не все, наверное, посмотрели. Я специально рекламирую IP данного сервера. Потому что он просто великолепный сервер. Хоть и иностранный, но те, кто знает английский язык, на нем спокойно будут играть. Вот я знаю хорошо английский язык. Не сказать, что идеально, но хорошо. Мне тут комфортно играть с иностранными игроками. Хотя лучше бы, конечно, с русскоязычными игроками. Но их почему-то еще мало на данном сервере. Всего один-два встретил. Так. Вот какая картинка. Сейчас, минуточку. Звук просто снова в игры попал. Бывает такой баг, когда входишь на какой-нибудь сервер. Просто сворачиваете игру и снова. Ну, например, на... Просто alt-tab или как-нибудь там свернете игру. И снова загрузите. Все. Звук возвращается. Вот картинка. Полуограф. И да, доказательство того. Так. Где там великаны? О чем я говорил? Вот полуограф. Смотрите, видите? Манки у гриб. Они не вписали. Забыли. Разработчики на сервере. Поэтому я не мог найти вторую. Вторую собрасу. Первая. Это полу... Полуорк. Огриллион. Здесь вот они вписали. Что у них есть маленький гриб. Один из моих любимых фитов. Позволяющих взять в руке двуручное оружие плюс щит. Или два двуручных оружия в обе руки. Вот. У гриллионов полуорков есть, в общем. У суперрасы агриллион. У расы полуорки. Манки в гриб. Раса полуорк. У суперрасы агриллион. Или подраса. У них есть манки в гриб. И во вторых. Это у великанов полуорков. Это то есть смотрите. Раса великаны. Суперраса полуорков. Вот у них есть. Вот здесь они не написали разработчики. А на самом деле есть. Смотрите. Когда идете, идете дальше. Выбираете класс. любой класс, без разницы, не принципиально точнее, все равно какой класс и сейчас у них появится, смотрите, 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 вот, обезьянь охватка изначально цветов, в общих мал, хотя она не прописана, там разработчики просто забыли, поэтому я не мог найти, неудивительно, ну и вот я добавляю десерт линд, здесь можно, и здесь можно выбрать, например, либо пауэр-атаку, могучий удар, либо сбивание с ног, для дамага против мобов лучше могучий удар, а против игроков для пвп лучше выбирать сбивание с ног, хау, халф-огари, халф-огари, бхал-огари, тэ-логари, швашен я х Video Гнолы я хочу еще потестировать. Вот, раса чудовищная. Субраса гнолы. Гнолы, гнолы. Не знаю по ним голоса вообще. Они произошли. Читаем они. От кого они произошли. От принца демонов. Юй-Ноу-Гхо. Какой-то. Юй-Ноу-Гхо. 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 Не знаю, в общем, от кого-то демона принца. Или от принца демона. Ну, видите, они напоминают гновы. Субрасы гновы. Расы, то есть... Расы чудовищные. О, ни фига, так да здесь сколько собрас должно быть. Еще и гарпии. Медузы. Вот кого еще не вели игроки. Ой, разработчики Медуз не вели точно. Я забыл. В следующем вновлении будем ждать Медузы. И Озов. Латиновый кубок. Тест, тестируем и обозреваем гнову. Расы чудовищные. Субраса. Подраса. Субраса. Гновы. Подраса. Дарк Вижон у них есть. Они еще в Андердарке что ли обитают? Кстати, вот про то, что я говорил. В Андердарке кто обитает? Вот. Это я не просто об придумываться, а вы вычитал. Ораги. Вот читайте. Underground. А, вот в Андердарке. Под землю или? Или в Андердарке? Видите, слово Андердарк. Название то есть Андердарк. Вот читайте, я помню, что я там переводил. Ну ладно, не нового тестировал. Я как-то мельком уже тестировал одно из старых видео все. Но не подходило еще тогда настолько плотно к тестам, к тестированию как сейчас и обзорам как сейчас. Я не знаю насколько он злой или добрый, поэтому убираю нейтральный. Золотую середину сюда убираю, если не знаю из чего, куда поставить приоритет. Да, не знаю куда склонить свой приоритет, поэтому убираю сюда золотую середину, чтобы не ошибиться. Ну злые они скорее всего злые персонажи, вряд ли они добрые. Сколько тут же можно убрать? Полностью злые или полностью добрые или там нейтральные. Ну разное здесь мировоззрение. Так, ладно. Или хватить на злые. Нейтральные злые или какие-то внуковы. Хватить на злые, значит полностью, порядочные male. Хватить на злые злые, полностью. Хватить на добрые, порядочные. Добрые, полностью добрые или нейтральные. Или нейтральные? Кстати, я забыл сказать очень важное, это у меня уже 56-я, 57-я сразу. Полуогры это 56-я, а Гнова уже 57-я. Потом будем расу духи тестировать, а субрасу пикси, феи или кто они там? Да, по-моему, они от феи, ну точно не помню, нет, вряд ли от феи, потом подробно рассмотрим. А почему потом? Я если заговорил про них, давайте быстренько. Духи, пикси, они должны быть женщины, пикси, вряд ли они от феи, от кого они все произошли, непонятные, все на английском надо переводить. Социальные создания, что-то такое, играют, плей, игривые социальные создания, но я бы называл их магические, с феями все, эльфы вот, нимка что-то от эльфов, с эльфами все, красивые, они красивые. Ну что-то я не вижу, чтобы они особо были красивые. Можно, конечно, выбирать лица там? А, ну вот, другое дело, прическу. О, ну теперь да. Ооо, такая женщина. Что? Это я вам слушаю, след просто. Вот теперь да. Да, покрасивее можно подобрать. Видим, наверное, интернет-два сколько подобрали разных стилей, о господи. Ну, я не знаю. Вот, нимку можно сделать красивую. Ну да, у них, если уши такие, то они точно от эльфов. Вау, какие волосики. Моя, конечно. Ой, господи, этот цвет. Вот волосы, вот. О, красота. Красота какая. Нет, цена. Ну-ка, синие волосы. Вау. Да, не очень. Вот рыженькие бы сделать. Ну, не такие рыженькие. Вот. Русые мне нравятся особо. У девушек волос. Просто моя слабость. Если русые сделать... Как их сделать, русые? Вот, 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 уже ближе. Вот. Который мне нравится. Вот. Не совсем такие, блин, не подобрать. Вот. Во. Вот, вот, вот он цвет. Уже луч. Вот. Который мне нравится. Уже, да, уже как-то ближе. Вот он, да, вот. Русые как-то так. Ну, не такой, конечно. Серый, коричневый. Ну, как-то примерно что-то между рыжим... Коричневого, да. Между рыжим и коричневым не нравится. Не знаю, примерно такой. Ну, прическа такая мне не нравится. Ух ты. Ух ты. А есть кто с косичкой? Ух. 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 Правда, слишком уж пышный. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Вот она. Практически, да, то, что я делал. Ну, практически то, что я хотел. Ну, да нет. Вот ещё. Ну, это вот моя стандартная прическа. Моё. Моих персонажей. Не моё. Так. А в гире всё стандартное, которое я выбираюсь. Ну, у мужчин тут, надеюсь, какие стили есть. Ну, там тоже с бородами, с бородой и с этим. Всё надоело мне. Вот он. Вот она та самая. Вот он всё нашёл. Вот он стильный. Только цвет волос всегда давайте, который я обычно выбираю. Я белый всегда выбираю. Ой. Во. Ну, вот так вот это обычно надо выбирать. Всё поделать. И высоту вот так, значит. Вот, ну. Вот это мой персонаж сколько раз его видит. Да, вот. всё остальное не моё. Всё остальное не моё. Так, вот мы хотели гнова, гнова протестировать. Я чё-то заболтался. У него с мужчинами будет, что голос. Да или не все. Видите? Извините, что затратил ваше время. Кто-то вообще досмотрел. Вот и два функциональных сил. Хаст. Это хаст, видите? Ускорение. Вот хаст написано. Хаст. Приобретаем и обезьянь в хватку. Мои любимые фиты для тестирования. Только для тестирования. Никак не для игры и не для ПВП. Только для тестирования персонажей. А, нет. Раз и СОВ. Сейчас найдём в новом. Ну, пожалуй, всё будет под каналом ДНД. Ну-ка я не слышу из-за телевизора надо было. Послушайте, пожалуйста. Все правильно. Д Elite сделать картинку посмотреть не собрать. Какие из-за зажAS. Забортили. Дaddiscoсят сортировкненные игры. Уф. Равенди. К � и ревизора. Друзья , дружи raza... Блин! Ну надоелось, не о чем, мало было, столько зря тратить время в пульсе, но собраться прикольно, просто прикольно, все больше мне нечего стоит, примерно. Просто она произошла от кота, от принца демона, не знаю почему, почему там читали, я уже забыл, они произошли, от демона принца, от принца демона. Классовая защита, плюс один только, раз я примерно был спрятать, плюс один много, но когда они могут ворудить, взять оружие. Какой они, для прикола. Я даже не знаю, с чем он новый бегает, не подготовился. Обычные дебинки им дадим. У нас манки огрепить. Ах да, могут. О, у вас какая-нибудь подкрадывается. Гиена, точно гиена из каравели. Ну-ка, голос. Две дебинки дадим. Прикольно, это не очень. Раз. Сейчас я посмотрю, с чем они на самом деле я куплю. Куплю то оружие. Все, я почитал википедию. Почитал википедию про гноу. ДНД википедию. И узнал, что это действительно гиены есть. Все оказалось так просто, все гениально просто. В общем, дикая раса народа гиен. То есть, смотрите, гноуы, это дикая раса народа гиен. Они на самом деле хаотично злые. Их мирозрение. А оружие у них это ручной топор плюс щит. Значит, я неправильно вооружил своего гноу. Сейчас перевооружимся. И потом вам даже ссылочку оставлю, откуда я приобрел там информацию, прочитал где. На ДНД википедию. На русском языке, да. Русскоязычный сайт. Так, значит, ручной топор нужно приобрести. И щит. Так, боевой топор. Чтоб все было по канунам ДНД. Ну, лучше ручной топор. Ну, не этот же, не метательный. Тем более не дворфейский топор. Не дворфейский. Да, вот. Боевой топор. Да, да, именно вот так они и запрошены. И щит. Боевой топор состоит из лезвия, насаженного на рукоять, длиной 90-120 см. Универсальное оружие, которое можно использовать и в качестве инструмента. Базовый урон 1Д8. Базовая угроза критического удара умноженная на 3. Неплохо. Для выемов будет умноженная на 4. 16-20 умноженная на 4 випонез. Базовый тип урона рубящая. Ну, а топорик. Топорик уступает в размерах. Топорик уступает в размерах боевым топорам. И чаще всего его используют для питания. В общем, топорик уступает в размерах боевым топорам. И чаще всего его используют для питания. Базовый урон 1Д6. Базовая угроза критического удара умноженная на 3. Размер оружия маленькая. Базовый тип урона рубящий. Ну-ка посмотрим. Не-не-не. Именно вот так изображена. Ой, где она была? Гновы. И щит. Можно ростовый пашенный щит. Ростовый щит это целая передвижная стенка. Но он тяжеловат для ношения в дальних походах. Ростовый щит это целая передвижная стенка, но он тяжеловат для ношения в дальних походах. Плюс 4. Базовый клад защиты плюс 4. Вот. Не, не так было изображено. Обычный щит. Вот такой был. Во. Тяжелый щит. Все по канонам ДНД. Тяжелый щит. Тяжелый щит это надежный защитник искателя приключений, но не боящегося оплата, вечного, вечного. Тяжелый щит это надежный защитник искателя приключений, не боящегося. Тяжелый счит этот надежный защитник искателя приключений, не боящегося завалить на себя лишний вес в походе. Плюс два к базовой клад защиты, плюс два. Ну-ка, вот, вот он, да, вот так изображен в ДНД Ликио. Вот теперь все по канонам ДНД. Сейчас посмотрим, как он атакует. Ну и что нам останется протестировать, протестировать и обозреть только Пикси. Все к концу подходит, в принципе, к завершению. Все мои обзоры и тестирования. Раз, раз, на сервере. Сидел, сидел в Дорс, за границей. Сидел, сидел в Дорс и Пикси. Атакуем. Как-то странно, что слева атакуют на оборот, а справа. Вот теперь правильно. Ну-ка, с башеном щитом. Да, абсолютно теперь правильно было. Ну и что на этом? А, да, картинку я вот не посмотрел. А там, по-моему, нет картинки. Поскольку я понял. Ну давайте обойдем вот через это. Чтобы IP еще раз посмотреть. Надо подключивать SkyWing Client. Официальная программа для исправления багов на интернете. Багов и глюков в DnD RPG игре. Здесь еще 100 года выпуска на интернете. Хорошая программа SkyWing Client. Mod IP сервера. Все, заходим по среднему. Как они подсветили здесь все. Info. Новости. Правила. Информация. Новости. Правила. Info. News. Rules. Вот гиена. Без-без. Почему-то они не сделали еще. А, гновы. Они же гиены и гновы. Еще не сделали почему-то. Не оформили, в общем, данную образу. Специальные картинки. Специальные изображения. Вот и потестировали. Полуограф. Халфограф. Мы протестировали с вами. Обозрели и протестировали. Такие образы как. Халфогры, полуогры и гновы. С вами был Игорь. Субтитры сделал DimaTorzok